Наша сегодняшняя встреча пройдет, посвящена 150-летию государству, в котором мы с вами все живем, которая нас, так сказать, в свое время приняла, не побоимся этого слова, многих приютила, но мы сегодня посвящаем свою встречу 150-летию этого государства. Значит, наша встреча пройдет в следующем формате. Сначала мы все с вами исполним, кто помнит, но есть человек, который будет петь, профессиональный поют, профессиональный певец, она исполнит, естественно, гимн Канады. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скреп году. Гимн Канады? В 1996 году. В 1996 году у нас был комментир. В 1996 году? Да, спасибо. Герб Канады очень сложный. Вы видите, что это в середине щит. Там 4 страны, которые участвовали в основном в освоении канадской территории. Это Великобритания, Франция, Шотландия и Ирландия. И два геральдических символа – это лев и единорог. Лев символизирует мощь, силу страны, а единорог символизирует чистоту, осмотрительность, внимательность и взвешенность принятия решений. Все это произошло по тем данным, которые были где-то лет 10 назад, 15-20 тысяч лет назад. Но за это время археологи сделали много интересных открытий. И срок заселения Канады, извиняюсь, американского континента отодвинулся еще на 10 тысяч. То есть примерно 30 тысяч лет назад человек вступил на американский континент. Он удостоен звания сэр, то есть рыцарского звания. Но нам он больше известен как Генри Гудзон. Потому что на русских картах это Гудзонов-пролив, Гудзонов-залив и все это Гудзон. Но на самом деле его Хадсон звали. В этой теме мореплавателя была трагическая судьба. Он сначала состоял на службе у голландской компании. И по поручению голландского правительства он плавал опять же в поисках новых путей в Индию. И после очередного рейса, когда он возвращался в Англию, его остановили. Узнав, что он служит в колландии, посадили в тюрьму. Но потом освободили, и ему дали поручение искать новые пути. Это был Жак-Кортье, который опять-таки доплыл до Нью-Фаунленда, до острова Лабрадор и до пролива Святого Лаврентия. Во время второй своей экспедиции он доплыл до современного Квебека. Но там было основано поселение, которое называлось Стадо-Кона, и Монреале, которое в то время называлось Ачелага, Монреал. Ну и так далее. То есть он первый раз приплыл на Нью-Фауленд в 1601 году, а в 1633 году был назначен губернатором Новой Франции. Это были русские, так и английские колонии, но в основном это были французские колонии. Я почему показываю эту карту, потому что в дальнейшем, когда я буду говорить о некоторых важных моментах в истории Канады, я буду упоминать вот этот вот конгломерат Акадия, потому что он был впоследствии разделен летом после. Ну а это вот карта колониальной Америки, которая была, ну, где-то, наверное, к началу XVIII века или к середине. Значит, красным цветом это обозначены колонии Англии, синим цветом – колонии Франции, пурпурным цветом – это предполагаемые колонии Франции, а на самом западе коричневым цветом – это колонии России. Зеленым цветом – это обозначенные колонии Испании, светло-зеленым – это предполагаемые колонии Испании, то есть неизвестно, были они или нет, но предполагаемые. Это Антарио, Квебек, Нью-Бронсвик и Новая Шотландия, Нью-Скофен, да. Впоследствии в эту конфедерацию включаются все новые и новые страны, ой, извиняюсь, колонии бывшие, нынешние провинции. Вот. Ну и два слова, я просто вот мне уже наш председатель усиленно сигналит, что нужно заканчивать. Я просто еще хочу сказать, что Канада, будучи доминионом Великобритании, участвовала в Первой мировой войне. Это были твердые, мужественные, надежные солдаты. Канада потеряла в этой войне примерно 60 тысяч человек.